Шествие Дедов Мороза в Бобруйске это, конечно, уже традиция. И с каждым годом участников все больше. А больше значит не только веселье, но и ответственности. Организаторы каждый раз стараются придумать что-то новенькое. Сани? Нет. Олени не подходят, вертолет тоже мимо. Наш Дед Мороз выбирает поезд экологично, быстро и дешево. Главный новогодний экспресс, прошедший выходные, прибыл на станцию Бобруйск. Внимание, внимание, уважаемые пассажиры! На первый путь к первой платформе прибывает поезд новогодний экспресс. Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики и другие персонажи. Белорусская железная дорога такого еще точно не видела. Сотни людей от мала до велика приехали, чтобы встретить необычный состав. По прибытию все герои и горожане выстрелились в одну праздничную колонну. И шествие началось. Нет снега, не беда. На помощь всегда может прийти завод тракторных деталей и агрегатов. Он и смастерил новогодний транспорт для Деда Мороза. Так все-таки Саня на ремонте в этом году. Решил обновить ситуацию. Все-таки нужно с современностью шагать нога в ногу. Поэтому заказали такого красавца. И вместе с ним будем встречать 2020 год. Когда вокруг столько волшебников, кажется, что все желания обязательно сбудутся в новом 2020. В наступающем году желаю счастья, радости, удачи, веселья. Мы желаем вам огромного счастья, семейного достатка, счастья. И чтобы умножалось все то, что было, только хорошее. Вы себя вести будете нормально, чтобы людям хорошо жилось? Будем лучше, чем в этом году. Это точно. Местом прибытия праздничного шествия по традиции стала главная площадь. На ней и должно засиять главное новогоднее дерево. Герои, жители и председатель горисполкома. Если рядом такая группа поддержки, точно знаешь, все получится. А значит, огни на елке обязательно зажгутся. От зари до зари новогодний свет горит! Настало время раздавать подарки. Огромный торт, светящееся мороженое и много других сладостей. В этот день даже взрослые поверили в сказку. А чудеса, как известно, случаются лишь с теми, кто в них верит. Максим Кембель, Максим Галеонко и Владимир Гребеневич. Бобруйцк, 360.